Канада огромная, но все-таки очень тесная страна. Шел по улице и встретил своего друга детства, Женьку Кобзаря. Женечек, привет, как дела? Почему не подписываешься на канал, не ставишь лайки? Посмотри, какой же гребешок отрос. Ой, ребята, не будьте как Женя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это очень важно. Поехали. Привет, идет месяц нашего пребывания в Канаде. Позади меня стоит наша первая машина, это Hyundai Santa Fe 2013 года, двухлитровый турбодвигатель. Мы его купили по приезду, как семейную машину, со 155 тысячами пробега. И проехали на ней уже почти 35 тысяч, включая Uber. Машина великолепная, полная комплектация, панорама, кожа, все как положено. Но машина не для Uber. А так как мы планируем немножко развиваться в этом отношении, то приняли решение, что нужно купить еще одну машину. И этой машиной оказалось не что иное, как... Dodge Caravan 2017 года. Комплектация Crew. Сейчас покажу вам ее внутри. Машину эту выбрали по двум причинам. Первая причина, это то, что она максимально дешевая в обслуживании. На разборках этих машин, боже, просто уйма. И, помимо всего прочего, это машина XL. То есть там 7 мест, включая водительская. 6 пассажирских мест, плюс полноценный багажник. Ну, это сейчас посмотрим. Итак, Dodge Caravan 2017 год. А то транспортное средство использовалось в такси. Поэтому за 6 лет пробег уже составляет 230 тысяч. Транспортное средство в хорошем состоянии, несмотря на вот эти вот потеки, краски и всего прочего. Это все утилитарная машина. Ну, на это мы внимания не обращаем. Огромная торпеда из-за комплектации Crew, которая включает в себя здесь огромный отсек для бутылок, для всего прочего и так далее. Это мы все будем чесить и приводить в порядок. Объем двигателя 3,4. Расход около 13 литров, что не страшно. Полноценные пассажирские сидения во втором ряду. Полноценные пассажирские сидения сзади. То есть мы здесь видим кондиционеры на каждом сидении. Блок управления кондиционером для задних пассажиров. Машина максимально просторная. И даже сидя сзади, вот допустим сейчас и сядом, я здесь сижу, колени не упираются в передние сидения. У каждого свой подлокотничек. Но самый прикол, что вот эти сидения вкладываются и ложатся в пол. И получается flat floor, то есть ты можешь его возить, все что угодно, или сидеть сзади, а это сложить. Ну короче, я не знаю, я максимально доволен этой машиной, за исключением того факта, что я не очень уважаю тряпчаные сидения. Поэтому мне необходимо будет потратить около 500 долларов, для того, чтобы поставить новый комплект вот этих вот трех рядов сидений. На кожзам или кожу, в зависимости от того, что будет на разборке. Но диапазон цен вы поняли, да, то есть это смешно. 500 долларов за весь комплект. Это при том, что я этот комплект еще продам, потому что он реально в хорошем состоянии. Но самое классное в этой машине, это багажник. Помимо трех рядов полноценных сидений, здесь полноценный багажник. То есть по размеру вот этот отсек, это как чемодан L, то есть вот так вот, вложишь L, L, L и все, и поехал. То есть посадил 7 пассажиров, 6 точнее, 7 мест, это месяц водительский. Поставил сюда чемоданы и полетел, наслаждаться жизнью. Честный минус, что у меня здесь нет трека под велосипеды, но я это исправлю. Слава разборкам. Вот эти двери, это, конечно, спасение в даунтауне. В любом месте высадил, посадил, просто кайф. Помимо прочего, у меня здесь есть крепление под багажник. Ну, я еще не знаю, буду пользоваться или нет, но это хорошая вещь. А также есть вот такие вот приблуды. В некогда любимой телепердаче, что где когда, задавали вопрос, для чего на машины вешаются вот такие вот приблуды. Вот такие вот. Команда знатоков на вопрос не ответила, и очко господина друзья заслуженно ушло в зрительный зал. А эти штуки вешаются для того, чтобы при разгоне сюда заходил ветер и раздавался свист, который отпугивает диких животных, таких как олени из трассы. То есть, теоретически, у меня два свистка, олени должны разбегаться только, как я появляюсь где-то на горизонте. В целом, машина мне раньше не нравилась. Я смотрел на таксистов, которые на ней ездят, и думал, что за чепуха. Но чем больше я езжу, тем мне кажется, что эта машина, это идеал абсолютно. Я прям наслаждаюсь. Ну просто огромное количество места, ты ни за что не переживаешь. Хоть животных, хоть людей возишь. Надо хоть грузоперевозки сам себе закинул, там чемодан, комод, все что угодно. Вот эти сидения, они вот так вот складываются. И вот туда вот в пол. Сейчас не буду это делать, но просто поверьте, что будет флэт флор. То есть, вот эта вся зона, она будет абсолютно пустая. То же самое обратно. Поставил. Все. Полноценное сидение на месте. Подлокотники с двух сторон. Ну ты просто здесь как царь. Просто как царь. Плюс на кемпинг надо. Положил здесь матрас. В полный размер надул, как царь спеш. Ну то есть, это абсолютная роскошь. Количество различных отсеков, различных мест. Ну то есть, все что необходимо для работы. Единственное, что вот эта магнитолка из прошлого тысячелетия. Но это вопрос решается 200 долларами. Обязательно нужно решить, потому что на таком сарае обязательно нужна камера заднего вида при парковке. Чтоб было не так тяжело. А так, 237 тысяч пробег, 238. Автоматическая коробка, 3,4 двигатель. Ну что еще нужно, я честно говоря не знаю. Для работы это идеал. И всего прочего, здесь электрические задние стекла. Не вот эти вот средние, а вот те вот дальние открываются даже. Электрические средние стекла открываются. Передние. Электрическая регулировка зеркал, наклона фар. Ну то есть, абсолютный стандарт для комфортного заработка денег. Особенно в преддверии с набитом. По цене. За данное транспортное средство хотели 12 тысяч долларов. Но, благодаря Егору. Егор, спасибо. Сторговаться удалось за 8 тысяч 150 долларов. 4 тысячи долларов, как говорит Егор, чтобы спина не болела. Сбили с бедного таксиста. Я, честно говоря, таких торгов не видел еще в своей жизни. Когда ему озвучили, что готовы забрать за 7, темнокожий парень побелел. Расширились глаза. Я думал, уже пора будет скорую вызывать. Но нет. 8-150. За 8 тысяч 150 долларов был приобретен Dodge Grand Caravan в комплектации Crew с капитанскими сидениями. С пробегом всего лишь 230 тысяч. Для этих двигателей это не пробег. Это пыль. Это грязь. Машина в хорошем техническом состоянии. Единственное, что мое эстетическое нутро требует кожзам, сидений. И камер заднего вида. Но мы все эти деньги сторговали. Не вопрос. В хорошем рабочем состоянии. Кондиционеры, все стеклоподъемники. Все абсолютно работает. Жить можно. Машина, которая себя в Uber отбивает за 2 месяца. Ну, понятно, что мы считаем грязно. Мы считаем гроз. Мы считаем то-се. Не важно. Машина, которая себя отбивает за 2 месяца в Uber. Это идеал. А мне вот этот вот простор в машине, я прям наслаждаюсь. Честно. Да, это Dodge. Да, это Grand Caravan, который по дизайну как будто он из 90. Но когда ты в него садишься и понимаешь возможности, которые тебе открываются. Это тебе и XL, и PET, и все что угодно. И перевозка мебели. Ну, потому что мне для машинки нужно будет еще докупить столы и все остальное. Ну, скажем так, 12 из 10 приблизительно. Чистый кайф. Чистый кайф. Пойдем дальше с Андреичем. Ну, я вот сейчас скачу. Ну, просто как по волнам. Машина плывет. Хорошая подвесочка. Широкая база. 3-4 мотор. Педальку нажал. Ну, все. Оно реально разгоняется как Santa Fecha. С турбированным двухлитровым двигателем. Да, понятно, что если там прям плотно кикдаун валить, то Santa Fe может и обгонит. Но я на Santa Fe так не ездил. Машину берег. Поэтому, блин, ну честно, я в полном восторге. В полном. Что касается второй машины, которую мы купили для работы. Учитывая тот факт, что мы уже в полную силу устраиваемся на полноценную работу. Нам нужна еще одна машина для Наташи. Чтобы она ездила на работу. И помимо этого, еще подрабатывала в доставке. Чтобы можно было себе позволить покупать любую косметику, какую хочешь. Без согласования с мужем. Закадровый осуждающий взгляд. Поэтому было принято решение купить еще одну машину. И этой машиной оказалось не что иное, как... Hyundai Veloster. Велостер. В 2013 год. Или 12-й. В 2012 год. 160 тысяч пробега. Сейчас покажу вам машинку изнутри. Чтобы была возможность оценить. Машину взяли в большей степени для поездок на работу. Как я и говорил. И для доставки. Но, что самое важное. Для комфортной езды. Чтобы можно было детей возить в школу и так далее. Hyundai Veloster. 2012 год. Мы ее еще не мыли после покупки. Уже катаемся, но не мыли. Итак, бесключевой доступ. Пожалуйста. Водительские сидения. Спорт режим. С поддержками. Все как положено. Удобные ремни. Вот такая вот хорошая магнитолка. Камера. Хороший звук установлен. Пробег 160 тысяч. Разбитый лобовой нужно будет поменять. 200 долларов. Машина выглядит прям очень хорошо. Мне очень нравится. Для утилиетарных наших нужд. То, что нужно. Но главный прикол этой машины. Как вы видите. Одна дверь. Переносимся. Две двери. То есть. Три двери в машине. Пассажир залез сюда. Дочь самостоятельно залезла и вылезла сюда. Никаких проблем водителя не создается. Не нужно это кресло откидывать, чтобы кто-то вылазил. Здесь вот такие вот у нас подстаканники для комфортной езды. Даже вот такой вот багажничек присутствует. За данную машину хотели 7700. Но кто мы такие, чтобы платить такие большие деньги. Мы торговались за 6800. И в эту цену еще был включен комплект зимней резины на литых дисках. Вполне 6800. Машина в удовлетворительном состоянии. Потому что есть вопросы по кузову. Там немножко поцарапан бампер. Треснут. Немножко рыжики есть. Ну скажем так. Скажем так. Машина, которая будет позволять отбивать себя за 2 месяца работы. То есть. У вас будет возможность ездить на работу. Потому что в Airdrie нет транспорта. У вас будет возможность заниматься доставкой. Ходить там на спорт. Куда угодно. Великолепно. Прям великолепно. Мне нравится. Единственное, что нужно будет ее обслужить. Заняться этим вопросом. Но будет время, займемся. Не так страшно все. Итого 6800. Вполне. Вполне. Поэтому незамедлительно приводим в порядок. Едем на доставку. Для того, чтобы отбивать машину с первых дней. Ну что. Начинаем процедуру отбивания автомобиля. Наташа выходит на тропу войны. Для этого ей нужна Insulated Back. Термосумочка на простом языке. Ты можешь сейчас это показывать? Конечно. Наташа. На пути к миллиону. Миллиону заказов. Подписчикам. Сейчас прокатимся с Наташей. Покажем ей основы основ. Ну, скажем так. Быть доставщиком не нужно быть семи пядей во лбу. Все интуитивно просто. Приехал, забрал, привез, отдал. Но и даже в этом алгоритме иногда бывают проблемы. Поэтому для того, чтобы их избежать, сейчас курс молодого доставщика проведем. Ну, а дальше будем сидеть дома, чилить, пока жена работает, зарабатывает хорошие деньги в доставке. Ну, и будем наслаждаться жизнью. Пересаживаемся в машинку. Хорошая машина для доставщика. Наташа, какой план минимум сегодня у тебя? Минимум один заказ. Минимум один заказ. Цели довольно амбициозные. Машину к 2156 году должны отбить. Все, вошли в сеть. По количеству заряда на телефоне. Серьезность намерений. Ясна. Про минимум один заказ никто не шутил. Что касается третьей машины. Сюда она подъехать не смогла, потому что у нее нет колес. Но самый внимательный зритель мог уже понять, тонкий намек на то, что это за машина. Суббота начинается не с отдыха. Нам очень понравилось покупать новые машины. И мы незамедлительно едем на расстояние 100 километров в город Хай-Ривер. Который постоянно затапливается. И там постоянно наводнение из-за высокой реки. Едем туда смотреть еще одну машину. Так, ну что, сделочка произошла. Машину купили. Сейчас покажу вам ее. Нет, это не Санта-Фе. Это Женоме MB4. Четырехигольчатая вышивальная машина с дисплеем. С возможностью вышивать на кепках. Вот такая вот новая машина у Наташи. Наташа, у тебя есть право на использование данного типа машинного средства вышивания? Осталось получить знания на использование машины данного типа. Скажи честно, ты планируешь их получать? Конечно. А что, у меня есть какой-то выбор? Выбора нет. Деньги потрачены. Но о финансах расскажем чуть позже. Сторговались хорошо. Как бы ощутимо. Правда, оплатили деньги и трансферами. И ждали его более получаса. Потому что сначала нам дали неправильный имейл. Мы отправили 4. Мы отправили некоторую сумму слиц. А потом мы отправили на правильный имейл. И ждали полчаса, пока он произойдет. Уже можно и разбивать телефоны. Потому что бабки будут течь рекой. Едем домой. Но самое прикольное, что мы, когда приехали смотреть машинку, первым делом заговорили не об этой машине, а вот этой ласточке. 80 тысяч долларов и она ваша. Но у нас таких денег нет. А еще у ребят Toyota Siena. Машина моей мечты. Поэтому мы движемся в правильном направлении. Раз ребята на вышивании заработали на Siena и на фургон. Начинаем, так сказать, плестинить. Все, домой. Не смогли пройти мимо этого love swinging chair. Как раз птицами обосранная качеля. Это к деньгам. Поэтому плотно садимся, катаемся. Так, чтобы вымазаться с ног до головы. Ну, напутствие на начало бизнеса. Что мне нравится, что в Канаде куда ни плюнь, везде качельки, скамейки, озера, дома. Все открыто. Приходишь себе и просто отдыхаешь. А еще мы сейчас находимся в небольшом городке High River. Это прямо на юге, юге от Калгари. От Эверды почти 100 километров. И здесь вот такой именно карикатурный американский городок летний. Дети сидят, продают лимонад. Зарабатывают денежку. Все как в фильмах. Но мы детей снимать не будем. Нам преждевременная депортация не нужна. Но просто знайте, что такое здесь есть. Поэтому растите детей, садите. Пусть продают лимонад и приобщаются к коммерческому, так сказать, образу жизни. Это всегда в плюс. Все, привезли домой. Машинка весит немало. Поэтому спину рвать не будем. Везем на телеге. Оформляем первый пуск. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в Калгари на 10-й стрит Норс-Уэст в Копе-Плаза. Название, конечно, мое почтение. Стоится митинг в связи с тем, что Мордор взорвал Каховскую плотину на Каховской ГЭС, на водохранилище. В связи с этим, по-быстренькому, вышел себе футболочку. Взял флаг. Едем, чтобы немножечко привлечь внимание. Конечно, это, словно, мертвому припарке, но хоть что-то. Приехали на место. Идем на место сбора. Парень тут имитирует танцы. Довольно успешно получается. Все, мероприятие закончилось. Людей, конечно, было очень много. Много прессы было. Поэтому какой-никакой эффект есть. Ну, а так, в целом, прийти, познакомиться. Друг друга. Друг себя, друг другу показать. В общем, довольно полезное мероприятие. Продолжаем тестирование на разных тканях. Выбираем сложные материалы. Пробуем разные нитки, чтобы на критических скоростях понять проблемы, если не есть. Ну и пути их решения, чтобы на чистовых изделиях ничего не портилось. На сложной ткани прям хорошо получается. Немножко надо с нитками поиграть с натяжением. Но, думаю, на джинсовой куртке будет выглядеть великолепно. По деньгам. Продавать ее начинали за 5000 долларов. Мы немножко подождали, сделали скидку за 4500. Мы приехали уже на место, и там уже сбили цену до 4. В итоге машинка обошлась 4000 долларов. В комплекте трое пялец. Немножечко ниток выбили, немножечко материалов. Информацию получили, где что покупать, где как настраивать, мастеров. В общем, все, что необходимо для работы. Поэтому, в целом, я думаю, что еще пару дней и сделаю отдельную страничку, на которой можно будет заказать какие-то интересные изделия. В основном будет с украинской тематикой, но не обязательно. Для начала попробуем футболки, куртки, какие-нибудь нашивки. В общем, будем действовать по ситуации. Пока что до конца модель не ясна. Но, в целом, я думаю, что все будет в порядке. Поэтому, если что, ссылочка на телеграм моя будет в описании. Машину также продаем с МТФ. Ссылочка на продажу будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жертвуйте в фон повернись живым. 10% от чистой прибыли с этой машинки будет всегда идти в фон повернись живым. Поэтому, хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok